Доброго времени суток! Вы на канале компании «АвтоСтронг-Компании», которая заботится о том, что вы получали лучшие запчасти быстро и по лучшей цене. Мы продолжаем обрабатывать ваши просьбы в комментариях. Прямо сейчас мы разберем турбированный V6 от Audi. Итак, встречаем 2.5 TDI. Итак, первый V-образник на нашем канале. 2.5 TDI, созданный инженерами Audi, который пришел на смену рядным дизелям того же объема в 1997 году. Дебютировал Audi A6 C5 и стал первым в мире дизелем V6 с четырьмя клапанами на цилиндрах. У него одна турбина с изменяемой геометрией и насос VP44. Говоря об этом дизеле, нужно упомянуть, что у него порядка десяти модификаций. Условно можно поделить на два поколения. Кодовое обозначение первого поколения начинается с буквы «А», а второго поколения с буквы «Б». Эти двигатели устанавливались с 1997 по 2005 год на такие автомобили, как Audi A4, Audi A6 и Audi A8. Также на Volkswagen Passat и Skoda Superb мощностью от 150 до 180 лошадиных сил. Оснащенные этим двигателем Audi A6 смогли разогнаться до 100 километров в час быстрее, чем за 10 секунд. Максимальная скорость составила свыше 200 километров в час. Мы разбираем одну из самых мощных версий этого мотора с обозначением АКЕ на 180 лошадиных сил. Этот мотор снят с Audi A6 C5 2001 года с пробегом 300 тысяч километров. Про болячки данного мотора мы можем начать рассказывать еще до разборки, а именно про течь масла между клапанной крышкой и ГБЦ. Это вызвано перегревом мотора и из-за несвоевременной замены антифриза, некачественного масла, а также старения самих прокладок. Прокладки клапанной крышки по оригиналу являются частью самой крышки. Также довольно часто масло течет на сопряжение блока и поддона. В версиях моторов АФБ и АКН стоит проблемный тканевый фильтр картерных газов. Он забивается нагаром и тогда двигатель начинает парить из масляной горловины. И чтобы решить эту проблему, можно поставить циклонный маслоотделитель с нашего мотора. Так как наш мотор в разокомплектованном состоянии, а в «АвтоСтронг» есть все, на складе мы нашли турбину для него. Эта турбина с изменяемой геометрией стоит сзади в развале блока и она легко доступна. В принципе проблем не вызывает. Ресурс ее далеко за 250 тысяч километров. Но, как и все турбины, она не терпит экономии на интервале замены масла и на качестве масла. Обычно при езде на малых оборотах могут подклинивать лопатки геометрии. То есть из-за этого турбина может не додувать либо передувать. Из-за этого двигатель переходит в аварийный режим. Лечится это разбором турбины и чисткой лопаток геометрии. Данный экземпляр у нас в отличном состоянии. Турбина сухая и люфты у нее отсутствуют. Вот тут в развале блока и стоит наша турбина. Привод ГРМ здесь ременной. Два ремня. Маленький приводит движение ТНВД. Из-за тесной компоновки мотора, чтобы поменять ГРМ, нужно снимать практически всю морду. Бампер, радиаторы и оптику. При замене ремня ГРМ обязательно нужно менять помпу. Желательно ставить оригинал либо же X-овую восстановленную помпу на заводе изготовителя. Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов здесь циклонный и с ним вообще никогда не возникает проблем. Если в моторе 2.5 TDI начинают стучать клапаны, а после долгой поездки они перестают стучать, то значит надо добираться сюда, в развал блока, и менять редакционные клапаны. Так как у нас двигатель разукомплектован, а на нашем складе есть практически все, мы нашли комплект форсунок на наш мотор. Вот так компания АвтоСтронг заботится о ваших форсунках и упаковывает их. Двухпружинные форсунки на нашем моторе весьма надежные и в случае износа распылителя, в котором 6 отверстий, его можно поменять отдельно. При пробеге свыше 250 000 километров нередко выходит из строя управляющая форсунка. Механическая часть у нее надежная, но очень часто выходит из строя датчик хода иглы. После этого двигатель уходит в аварийный режим, теряет мощности и повышается расход топлива. Про насосы WP44 мы неоднократно рассказывали в наших прошлых видео. Вкратце скажем, что здесь выходит из строя роторный подкачивающий насос и поршень угла опережения впрыска. Из-за некачественной солярки эти узлы изнашиваются, гонят стружку и эта стружка забивает все сеточки и фильтры данного насоса. Кроме того, в этом электронном блоке перегорает транзистор. В головке блока мы видим два распредвала. Выпускной распредвал приводится в движение ремнем ГРМ, а выпускной распредвал приводится в движение парой косозубых шестерен. Головка блока в данном моторе является слабым местом. Все моторы A-серии болели повышенным износом коромысел, их шайб подпятников и гидрокомпенсаторов клапанов. Затем все вот эти косяки были исправлены в моторах B-серии. Мы видим, что эта проблема не обошла стороной и наш мотор. До коромысла мы еще доберемся, а вот к кулачкам распредвалов уже пришел конец. Что происходит? Изнашиваются кулачки распредвалов, изнашиваются рокеры. Между ними получается критический зазор и рокеры слетают. В данном случае у нас слетело уже три рокера и сломался гидрокомпенсатор. Причина этого износа кроется в масле. Изначально производитель рекомендовал не особо подходящее масло для этого мотора, масло Long Life. А затем рекомендовал масло для дизелей с насос-форсунками. Вообще этот мотор крайне чувствителен к качеству масла. То есть если не соблюдать своевременную замену и лить масло некачественное, то произойдет вот такая картина. Из-за некачественного масла в первую очередь кулачки распредвалов и рокеры начинают обгладывать друг друга. Во вторую очередь рокеры перестают плотно прилегать к гидрокомпенсаторам. Из-за этого зазора масло не поступает через вот это маленькое отверстие к кулачкам распредвалов. И они начинают работать на сухую. А как мы знаем на сухую это плохо и когда между ними возникает зазор, то масло начинает литься мимо рокера. И мы видим, что у нас все распредвалы изношены в край. А вот на моторах B-серии, кроме мотора с индексом BFC, появились модернизированные ГБЦ. Там появились правильные рокеры с роликами, которые лучше противостоят износу и облегченные распредвалы. Распредвалы на моторах B-серии полые и их очень легко сломать, если пытаться завести мотор в мороз на густом масле. Несмотря на то, что этот мотор прошел аж 300 тысяч километров, цилиндры у него в 8 км. Несмотря на то, что этот мотор прошел аж 300 тысяч километров, цилиндры у него в 8 км. В хорошем состоянии. Хон присутствует и задиры отсутствуют. Поддон этого двигателя установлен очень низко. И при езде его очень легко пробить, что мы и видим на нашем экземпляре. Как только мы сняли поддон, мы обнаружили два подпятника, которые как раз отсутствовали в нашей ГБЦ. Цепь, которая находится в картере, приводит движение маслонасос и балансирный вал. Для пробега в 300 тысяч километров эти поршни выглядят прекрасно. Мы видим небольшую потертость графитового напыления и небольшие потертости на вкладышах. Но с такими потертостями еще ездить и ездить. Мы не могли не обратить внимание на маслосъемное кольцо. Оно здесь чистенькое, но практически идеальное, как будто бы новое. Но вот и получается масло, которое вызывает повышенный износ в головке блока, никак не влияет на ресурс цилиндропоршневой группы. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь полюбившаяся всем рубрика у окулиста. На глаз коленвал прекрасен и даже не скажешь, что он пробежал 300 тысяч километров. Сегодня у нас произошло знаковое событие. Для нашего канала мы разобрали первый V6. Надеемся, что скоро на постоянной основе мы будем разбирать V8 и V12. На данном двигателе мы рассмотрели основную и самую дорогостоящую проблему моторов A-серии. Разборка закончена. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, делитесь этим видео. Пишите в комментариях, какие моторы вы хотели бы видеть в наших следующих выпусках. Заходите в наш сайт и покупайте у нас отличные запчасти. С вами была компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok